Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 20 февраля. Вот я подошла сегодня к сходам, которые начали всходить вчера, позавчера. И увидела на некоторых сеянцах несброшенную семенную коробочку. Вопросы о том, почему не сбрасывается семенная коробочка, приходят ежегодно. Я сейчас расскажу вам об этом. И я очень рада, когда у меня появляется наглядный учебный экземпляр, по которому можно показать и неголословно все объяснить. Пусть он даже не очень хороший этот фактор, что семенные коробочки не сбрасываются. Но главное показать до и после, как можно помочь растению, ну сеянцу, чтобы оно сбросило семенные шапочки. И как предотвратить это явление, вот когда семенные коробочки остаются на посевах. Сейчас все вам покажу и расскажу все очень-очень подробно. Вот подойдя к двум стоящим рядом лоткам, я сразу заметила, что в одном грунт такой влажный, достаточно увлажненный. А в другом, вот я сейчас вам покажу, я уже полила его, но он, сейчас дойдем до сюда, он был вот такой вот сухости, вот такой сухой, видите, совершенно высохший грунт. Я сейчас по рядкам прошлась и пролила, а между ряди, видите, сухие. И видно, что почва здесь была очень-очень сухая. И это, я считаю, вот одной из причин, почему у меня получились вот здесь некоторые сеянцы, не сбросили свою семенную коробочку. Кстати, те, которые я намочила вот сейчас, вот он уже расщелкнулся. Но я сейчас расскажу вам все по порядку. Смотрите, основной причиной, по которой появляются вот эти вот томаты-космонавты, которые не хотят сбрасывать в себя семенные коробочки, называют три причины. Но и даже я не точно выразилась, не то, что не хотят они, они не могут, у них нет возможности скинуть эту семенную коробочку. Какие это причины? Конечно, это недостаточное увлажнение грунта, одна из основных причин. Вы понимаете, что когда семечко там в почве, а сначала все три назову, чтобы не путаться. Недостаточное увлажнение грунта, потом не очень глубокая заделка семян, то, что оно при выходе не успевает сбросить. И одна из причин, что некоторые семена оказываются более слабые своих соседей. Те, они быстро вылезли, сбросили, а у этих не хватает иногда силы. Ну и четвертая причина бывает просто сеяние суродиц. Это очень редко, чаще всего первые три. Если первое рассмотреть недостаточное увлажнение грунта, это мне кажется у меня, потому что смотрите, вероятно я вначале, во время посева не очень много полила. И потом, когда начали появляться первые всходы, я пленку убрала, потому что всходы были неравномерные. Какой-то сорт скорее выскакивает, какой-то сорт позже. Из-за того, что я убрала пленку со всех посевов, земля, верхний слой, начала быстро просыхать. Ну как, на улице тепло у нас сейчас, дома жарко. Верхний слой просыхает быстро, пересушивается. А те семена, которые вместе со всеми вовремя не успели выскочить, Они, начиная вылазить, у них получается, что недостаточно увлажненная и размокшая семенная коробочка. Я вот эту рядом намочила, видите цвет другой. А эту мочить не стала, оставила сухой, чтобы показать вам, как быстро при нашей минимальной помощи сбросит сиенец вот эту семенную коробочку. И вот это недостаточное увлажнение грунта является самой частой причиной, почему у нас они не сбрасывают вот эти вот, получаются, короче, томаты-космонавты. Вот, я тоже немножко смочила. Ему достаточно вот чуть-чуть помочь. И тут некоторые люди изобретают всякое. Кто-то сдергивает пинцетом, кто-то пальцами. Но я сразу говорю, если вы хотите помочь своему растению и снять эту семенную коробочку, нужно обязательно его увлажнить. Тут методов много. Кто-то прям капает из пипетки, сюда капельку раз, она намочится и моментально, минут через 15-20, все, ну это, выстрелит она. Она куда-то улетит, ее даже не найдешь. Потому что она с большой силой тянет, видите, семидольки даже, они как бы, вот уже раскорячились вот так во все стороны, растягиваются. Они хотят освободиться, они хотят скорее скинуть этот скафандрик. Не быть космонавтом, а быть такими же, как все. Вторая причина. Неглубокая заделка семян. У меня это тоже иногда присутствует, но при хорошем увлажнении грунта неглубокая заделка, она не сильно влияет. Если грунт бы был влажненький такой, а еще тут же хочу сказать, что неглубокая заделка грунта, если в сочетании с пушистым, с рыхлым грунтом, дает нам вот очень часто не скинутую коробочку. Вы понимаете, что если мы посеяли его совсем недалеко, и грунт пушистый, оно сразу раз выскочило. А когда грунт более плотный, вот что я говорю про свой грунт, у меня плотный, у меня они выходят с трудом. И вот пока они пробиваются, этот грунт, коробочку свою, конечно, они теряют там еще внизу, она остается в земле. А при рыхлом грунте чаще всего семенные коробочки остаются. В этом ничего страшного нет. Сделать, если опрыскивание прямо вот с этого, с разбрызгивателя, чуть-чуть смочить их, и они у вас подскакивают. Ну и, конечно, есть такое, чтобы мы не говорили, что сила семян у всех разная, нет одинаково сильных семян. И есть в одном ряду, вот, например, сейчас я вам покажу этот же самый ряд, вот первый. Есть в одном ряду те, которые более сильные, а есть, которые чуть послабее. Вот это, видите, он самый последний выходит, он хоть и без семенной коробочки, но считается, что если они чуть поменьше размером и семенные коробочки не сброшены, значит, они просто по рождению, по природе, в них было заложено чуть меньше силы. Потом никакой разницы это не будет. Там разница в 2-3 миллиметра, один выше, другой ниже. На 3 часа один раньше вышел, другой даже пусть на сутки позже вышел. Они все потом выровняются. Но для сбрасывания семенных коробочек вот эта сила природная, заложена генетически, она, конечно, играет свою. Или она сильная, она сразу раз, сдернет себя. Но еще есть такое понятие, как сеянцы-уродцы. Иногда бывает, что семенная коробочка долго не сбрасывается, не сбрасывается. Ее помочешь, вот так вот маленько возьмешь, можно прям природительно руками снимешь, а там оказывается, что и семидолек-то полноценных нет. Это бывает в том случае, когда у сеянца недоразвиты семидоли. Семидоли недоразвиты, они не сбрасывают. И вот как раз пока я вам тут говорила, я нашла еще одного сеянца-уродца. Смотрите, три семидоли это ненормально. Это патология какая-то уже. И много вопросов, кстати, возникает, что если три семидоли оставлять его или нет, влияет или нет. Я ни разу не выращивала с тремя семидолями. Но люди говорят, кто оставлял три семидоли, что обычно они или меньшая урожайность, или вообще растет очень хороший пышный куст, но нет на нем плодов. Но я не занимаюсь выращиванием. Я считаю, что это все равно какой-то сбой три семидоли. Что-то в нем не то. И я убираю их в сторону. Сейчас я капну вот сюда водички на этот сеянец, чтобы поэкспериментировать, скоро ли он сбросит свою семидоли. И покажу вам потом. Только хотела сказать, что сейчас я все их смочу, вот которые космонавты. И потом посмотрим, может быть повезет и попадется вот этот уродливый сеянец, на примере которого можно показать. Но пока я шесть штук смочила, этот сразу расщелкнулся. Видите, он только и ждал, когда коробочку семенную я не намочу, и она станет мягкая, эластичная. Он моментально ее сбросил, освободился, все. И так же произойдет со всеми другими, потому что которые сильные и полноценные растения, им не составляет труда сбрасывать коробочки. Вот еще один сбросил, все нормально. Я просто вот этой грушей вот так вот капнула каждому на это семечко. И буквально, ну, несколько прям секунд, я пока до последнего дошла, эти уже расщелкивались. Можно просто сделать опрыскивание. Все. Вот это про томатов космонавтов, которые не хотят сами добровольно коробочки семенные сбрасывать. Можно им помочь. Самый простой способ увлажнения семенной коробочки. Все, до свидания. Ну вот, вчера я не успела показать, потому что ездили за светильниками, поздно приехали. Ситуация сегодня вот ровно через, ну, на следующий день ровно через сутки. Видите, все космонавты скинули свои скафандрики. У кого-то они на листиках еще висят. Вот они. У кого-то уже их нет. Короче, освободились все. Кроме одного. Вот один не освободился, но он маленький. И я подозреваю, что это будет уродец. Я потом вам его покажу. А так все скинули свои шапочки. Ну, с моей помощью. Вот все. Ну вот, я подождала несколько дней, чтобы показать вам этот желаток. И вы видите, что после того, как шапочки сбросили, они все посевы выровнялись. Все, как бы сказать, поднялись. Даже те догнали, которые были с шапочками, и были меньше, автоматики, космонавтики. Так что, если шапочки убрать вовремя, ничего страшного в этом нет. Все одинаковые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok